Вопросы организации наличного денежного обращения и безналичных расчетов сегодня в Сочи более чем актуальны. На курорте увеличивается количество банкоматов, посттерминалов. Но важен не только количественный рост, а качество обслуживания гостей Олимпиады. В вопросах безналичных расчетов Сочи должен выйти на уровень мировых стандартов. Если говорить о развитии экваринга или терминальной сети города Сочи, то за последние три года он увеличивается в три раза. И по этому уровню населения мы стали, если верить данным Центробанка, на одном уровне с нашими столицами. То есть мы лидеры в крае по этому уровню развития. И осталось только обратить немножко внимание на качество предоставления услуг. А с качеством подобных услуг гости города столкнутся в магазинах, кафе, на бензозаправках. Поэтому среди сотрудников торгово-сервисных предприятий и проводят своеобразный ликбез. Кассиры должны знать правила пользования считывающими устройствами, а также процедуры правильного приема платежных карт. В этом сервисе о качестве его будут потом судить вообще в общем впечатлении самих Олимпийских игр. И хотелось бы, чтобы этот сервис оставался на должном уровне. Соответственно, мы пытаемся немножко рассказать чуть больше о некоторых особенностях работы с деньгами, с наличкой и безналом. Возможно, кассиры торгово-сервисных точек во всем этом уже далеко и глубоко разбираются. Но некоторые нюансы, мне кажется, будут полезны и для них в том числе. Как бы то ни было, пока в Сочи доминирует наличный расчет. И здесь, отмечают эксперты, требуется особая внимательность. Количество фальшивомонетчиков растет с каждым годом. Поэтому в обороте нередко встречаются нарисованные купюры. Выявить их можно только при детальном рассмотрении. Каждый денежный знак обладает своими особенностями. Герб Ярославля. При наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по гербу вверх или вниз. Защитная нить видна на лицевой стороне в окне фигурной формы. При наклоне банкноты в окне появляется радужное поле или число тысяча. Все эти нюансы сотрудники должны выучить на зубок. Перед кассирами торгово-сервисных точек стоит серьезная задача. Работать так, чтобы иностранные гости не ощутили разницу в сервисе. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.